...последние шесть лет жизни, и отсюда нашел на операцию, которую называли... ...недолго... ...запуск первой в мире ракеты-носителя. Достижение первой космической скорости полета. Это все в первом запуске. 3 ноября, в прошлом году, расковал в первой в мире биологический спутник. Это второй спутник с собакой Ларьки. Причем... ...третье на репрессии, в пятницу, в пятницу, буквально через месяц. Значит, причем, сам спутник не отделялся от последних ступеней ракет-носителя. Последняя ступень ракет-носителя имела длину 28 лет. В третьем ладоши, в третьем ладоши, в пятницу, в последние ступени, первый спутник и летал. Ой, второй спутник, где находилась собака Ларьки. Больше шести тонн. ...соторожен. Так, дальше. Еще раз, можно? Можно. 3 ноября 1957 года. Собака Лайка, второй советский спутник. Это первый биологический спутник. Собака Лайка, второй января, 15-го лета, запущена первая в мире автоматическая межпланетная станция. Луна, один. В сторону Луны. Значит, в этом полете приоритет еще один был. Была достигнута вторая космическая скорость полета. 2-го января, 15-го года. Значит, первая космическая скорость 7,9 километров в секунду или 7,9 километров в секунду? 8 километров в секунду. Можно говорить? Да, ну вообще 7,9 километров в секунду. 8 многоватт. Это высоковато будет. Значит, она... Значит, это 28 тысяч километров в час. Вторая скорость 11,2 километра в секунду. Это около 40 тысяч километров в час. Значит, к сожалению, третьей космической скорости приоритет только у Америки. С этой скоростью запущены станции Voyager 1,2, которые сейчас находятся на границе. Дело с ними до сих пор. Скорость, назовите третьей скорость. Третья космическая 16,7 километров в секунду. А в каком станции она была? Значит, это... Станции были запущены в 77-м году. В Voyager 1,2 километра. Значит, надо сказать, что все спутники, космические аппараты, значит, орбитальные станции, пилотированные корабли все летают с первой космической скорости. На самые распространенные вопросы, которые возникают и у нас, и у них, и у всех. Какое спорство, естественно, да? С первой космической, то есть около 28 тысяч. Вы им не говорите, что вы еще знали в прошлом месяце. Давайте дальше двигаться, а то список большой и временем достал. 12 сентября 59-го года станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны. Осуществила жесткий поток. 12 сентября 59-го года. Луна-2. Отдавалась. Через два дня она достигла поверхности. 7 октября 59-го года станция «Луна-3» впервые в мире облетела Луну. И в течение нескольких сеансов, три возвращения к Земле, она передала эти фотографии на Земле. Причем обработка пленки, все происходило на борту станции. Эта станция у нас в экспозиции в том зале, где вы сегодня были, поэтому это нужно знать. Это аппарат находился внутри самой станции, и пленка проявлялась, сушилась и так далее, все на борту станции. И потом по радиоканалу эта фотография передавалась на земле. В течение нескольких сеансов. К сожалению, тогда была очень низкая, так сказать, возможность передачи информации. Так, 18-го и 19-го августа 60-го года. Совершен первый в мире обитальный полет животных, собаки-белки и спелки. На втором корабле-спелке. Это корабль типа «Восток». Сначала было пять экспериментальных запусков до полета Гагарина, и потом шесть запусков кораблей «Восток» с космонавтами. 61-63-й год. Еще раз, еще проще. До полета Гагарина были осуществлены пять пробных запусков. На четырех кораблях-спутниках, так они назывались, находились подопытные животные. До Гагарина, было ли кто-нибудь, до Гагарина, были ли пять пробных запусков. Тут было корабля такого же, «Восток». На четырех подопытные животные. Только там не стали собаки. А там... Значит, на четвертом и пятом по одной собаке было, по манекену, с кафандрикосмонавт. На манекен. Людей не было. Догадай, людей не было. Да, вот все, допускали ли человека, там еще были. Да, вот такие слухи, аварии, там, что у нас там на орбите. А, пожалуйста, все это отметайте достойно и говорите, что запуски были подопытными животными. Для чего нужны животные в космосе, чтобы легче было человеку. На втором корабле-спутнике, ровно за полгода до Гагарина, в августе 60-го года, в таком же корабле, но вот в этом контейнере, который вы сейчас видите, уже не видите, да? Летали наши знаменитые «Фелка и Стрелка». Благополучно вернулись на землю в последние годы, жили в нашем московском зоопарке. Потом, когда создавался музей, значит, в зоопарке, вот, очевидцы нам так рассказывали, легенда такая, в нашем московском зоопарке они помещались, вот, а потом, вот, были переданы нашему музею. Куда деваются космические животные? Многие специалисты, конструкторы берут, брали к себе там, потому что вопрос интересный. В космосе были животные, вы это узнаете завтра какие, в отличие... Много родных животных. То есть, медико-гологические исследования в космосе, это будет тема, знаешь? Да, но я не, так сказать, думаю, что все-таки в институте медико-гологических проблем, они, скорее всего, там они доживали свою жизнь. Да, что интересно, от «Стрелки» щенка подарили Джатлин Кеннеди. Она очень спросила, да. Это было ее пожелание, Никита Сергеевич Хрущева, о чем мы спрашивали, чтобы был космический щенок. У одной ничего не получилось, а вот тут «Стрелки», значит, был, так сказать, помест, и одного из этих щенков, отец был тоже космический щенок, его запускали в 50-е годы на высотных ракетах из Капустиного Яра. Тоже космонавт. Да, тоже космонавт, собака-космонавт. То есть, космический щенок, отбежит Джатлин, что там дальше стало, мы не знаем, кличка «Стрелки». Пушинка, Пушинка. Так, следующая дата. 12 февраля 61-го года. Запущена станция «Венера-1». Она выполнила первый в мире межпланетный полет в Венере. «Венера-1». Так, ну, и знаменательная дата 12 апреля 61-го года полета Юрия Алексеевича Гагарина. 108 минут продолжался. Один виток всего он сделал. На высоте больше 20-ти километров. Ну, если они могут, так сказать, достигнуть 20-ти километров. Пожалуйста. Когда он полетел... Майор. Лейтенант. Лейтенант, да. Отташи лейтенант. Отташи лейтенант. Отташи лейтенант. И ему, значит, чьи звания дали сразу майору. Так что он приземлился уже в звании майору. От момента старта с космодрома Байкану до момента посадки. Но это примерно так даже не могли считать до секунды. Так, 11-го, 15-го августа 62-го года. Первый в мире групповой полет двух силотировых кораблей. Восток 3 и 4. 11-го, 15-го августа 62-го года. Корабли Восток 3 и 4. Титов суточный полет выполнил. А это уже немножко больше было. Это Андриан Николаев и Павел Попович. 1-го ноября 62-го года. Запуск Марса первой станции Марс-1. Для изучения этой планеты. Титов летал на Востоке 2 в августе 61-го года. Это Восток 2 и Восток 3. Восток 3 и 4. Николаев и Попович. А Титов летал 17-го. Значит, Восток без номера. Это Гагарин. Восток 2 Титов. В августе 61-го года. И Восток 3 и 4. Николаев и Попович. Это в августе 62-го года. 6 Востоков. Завершила полета на Восток Агантином Владимировичем Терешковым. Терешковым. В 63-м году в июне месяце был полет. На Востоке 5. 6. А на Востоке 5 летал Баковский, а на Востоке 6. Они переговорили и называли друг друга Звездная сестра и Звездные братцы. Войны Владимира Терешкова. Это трехсуточный полет. В Востоке 6-м году достаточно тяжело. Потом был длительный перерыв. И в 84-м году в космос полетела Светлана Бенина-Салинская, вторая наша женщина-космонавта. Хотя был отряд женщин-космонавтов и должны были летать еще в 66-м году. Но, к сожалению, программу закрыли. Отряд был женский расформирован. Расформирован, да. И следующий полет был в Сухове. По этим большим перерывам. В 63-м году в 84-м. Так, 18 марта 65-го года. Пожалуйста, 18 марта 65-го года. Сейчас я вам еще скажу. У нас все дубликаты. Не говорите, что это тот самый скафандр, в котором Леонов впервые в мире вышел в космос. Значит, подлинный скафандр Гаргалина, Читова, и Терешкова, и Леонова, и так далее, все находится на фирме «Звезда», да. В музее там. К сожалению, он закрытый. Да, 18 марта. Первый выход человека в открытый космос. Сергей Павлович Корелев говорил так. Алексей, вы должны просто выйти и войти. Ничего не нужно делать. Нужно доказать, что тренированный человек может жить и не чувствовать себя ограниченным в финале корабля. То есть, тут работать так, как, кажется, необходимо. Он сравнил космический корабль с морским кораблем. Он говорил, что в море моряк должен плавать, в море умеет плавать, также и космонавт должен в космосе тоже плавать. Уметь сплотить корабль, и Алексей Леонов, это был сложный выход, там было несколько нештатных ситуаций, а выстинных перипетий знают, наверное, только специалисты. Сложности были там, серьезные. Но все было получено закончено. 12 минут 9 секунд. Запишите себе. 12 минут 9 секунд. Первый выход человека в открытый космос. А в современных скафандрах для выхода в открытый космос, завтра вы это узнаете, можно 6 часов с небольшим, даже больше, непрерывно проводить в открытом космосе, проводить сложные монтажные работы, эксперименты. А первый выход, он просто вышел. С выходом человека в открытый космос мы очень рисковали, но мы опередили американцев на 2,5 месяца. Здесь можно говорить так осторожно о гонке, которая была... Но все равно мы опережали. На несколько минут, но мы... По вертой и бритвой все было. Все очень серьезно. Вам говорили, наверное, экскурсоводы, что первым спутником должен был... Не вот этот наш первый простейший, который открывает экспозицию, да, а третий тяжелый спутник, но его нужно было готовить, аж шла гонка, надо было опередить американцев, поэтому первым запустили простейший спутник, как он называется, ПС, да? Он у нас 2... Его сделали буквально за месяц. За месяц его сделали, первый спутник, который открыл космическую эру. Дальше. Значит, 3 февраля 1966 года состоялась первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата станции Луны-9 на Луну. Станция передала на Землю первую панорамную с агрессией поверхности Луны. До этого были только облеты Луны, пролеты Луны, а в 1966 году станция Советская совершила первую мягкую посадку на лунную поверхность. Мы также опередили американцев на несколько месяцев. Так, третье... Это все приоритеты, вы понимаете? Эти аппараты представлены в том зале, где вы были главным мемориальным. А, да, значит, может быть, параллельно как-то с тобой приоритеты. Значит, первый американский спутник был запущен 1 февраля 1958 года. У нас есть экспозиция, он называется Explorer 1, исследователь. Ну, в лисе после динатора, дубликации. Да, но в отличие от нашего спутника, который не занимался сбором научной информации, передал его только радиосигналы на Землю, первый американский спутник провел научное исследование в космосе и открыл знаменитые радиационные пояса. Они назывались Ван Альнина. Пояса вон Альнина. А какой толщины это стоит? Толщины большой. Значит, 18 тысяч километров пойдет первый радиационный пояс и второй радиационный пояс кончается на высоте 57 тысяч километров. Здравствуйте, пожалуйста. А в чем разница между жесткой и альтурой? Значит, да, это хороший вопрос. Подождите, 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 уважаемые коллеги, есть кто-то в аудитории, кто может ответить на этот вопрос? Вот я посетитель, в чем разница? Вы несколько раз употребляли мягкая посадка и мягкая посадка. В чем разница между мягкой и жесткой посадкой? Можете сказать, пожалуйста. Алик, скажите, пожалуйста, Олег, скажите, пожалуйста, Олег более подготовленный. На мой взгляд, если человек мягко сядет на стол, то ему будет комфортно, это будет мягкая посадка. А по всему размаху это будет довольно-таки жестко. Но на самом деле, как я понимаю, с кудой может быть. Это связано именно с торможением и движение к поверхности и с кудой. Значит, если нет тормозной двигательной установки, то мягкая посадка никогда не произойдет. Это дорога, тормозная двигательная установка. Если ее нет, то... Так, давайте дальше двигаться. Значит, 18 октября, 1967 года. Ой. Если даты будут в вопросе, да? Не все. Не все, да. Я говорю только о прерететах. 3 апреля 1966 года, я пропустила одну дату, создан первый в мире искусственный спущек Луны. Какого? 3 апреля 1966 года. Это дубликат спутник, у нас в экспозиции, у нас есть в экспозиции. Луна-10 она называлась. Эта станция вышла впервые в мире на окололунной орбите и провела исследование. Когда мы будем аспектировать, то естественно это все войдет. Это не так сложно. Американские аппараты луна-орбитер вышли позже на окололунную орбиту, но они сфотографировали почти всю поверхность. Это вы понашли. 18 октября 1967 года Венера четвертая выполнила первые прямые измерения характеристик атмосферы Венеры на этапе парашютного спуста. Сейчас мы вам поподробнее, сейчас запишите. 18 октября 1967 года. 18? Венера считается наша планета, то есть у нас более и удачные были запуски к Венере. Еще раз, смотрите, до эпохи практической космонавтики, до полетов, считалось, что Венера настолько она похожа по размеру, по массе, по плотности на нашу планету, что их называли планетами-сестрами, планетами-близнецами. Завтра мы все это расскажем, чтобы к вам немножко подготовиться. И считалось, что люди следили перед чаей, я их помню очень хорошо, и сфантазировали, когда мы туда полетим, и так как монарх это может работать. И что, когда запустили в 1967 году Венеру-4, то во время... Она, к сожалению, не долетела. Сгорела. Она была раздавлена как с кровопояса, давление в 100 раз больше дымово оказалось. Это дали прямые измерения. Это наша станция. Спускаем аппарат, ее зато вы увидите, все это не подлинник, который был раздавлен, да, а технологический выпуск. Да, надо говорить, что все космические аппараты, допускаемые в космос, не возвращаются на Землю. Поэтому, естественно, у нас макеты и технологические публикации. Возвращаются на Землю только с допускаемым аппаратом. Воспускаемые аппараты. Надо сказать, что в четыре. На чем-то на протесты? Все, что может быть подлинное. Значит, типичная ошибка, я помню про ее космос, когда мы туда слушали, выходили, случайно проходили, и типичные были ошибки, когда аппараты, которые не могли априори возвратиться, назывались подлинниками. Все хотят видеть в музеях подлинное. Подлинное произведение художника, подлинное опечатку Пушкина. Знаете, подлинное, да, в основном, в основном, они возвращаются. Разницу, но вам нужно, честно, знаете, на тестировании мы этого проверим, в чем разница между подлинником, это понятно. Подлинник то, что вернулся из космоса. Технологический дубликат или макет, модель, аналог, дубликат. Так, серийный заводской образец, надо объяснять или нет? Вы понимаете, что такое серийный заводской образец, нет? Технологический дубликат. Конечно. А, вы очень популярны, еще раз скажете, серийный заводской образец, он технологический дубликат. Что это такое, в отличие от подлинника? Или макет, или макета. Можно попросить нам обречить задачу? Макета, 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 потом, когда-то, по чертежам, по внешним каким-то контурам, просто как бы близко к настоящему образцу. А технологический дубликат, это один из созданных космических аппаратов. Созданных. Значит, еще раз повторяю, это такой же подлинник, но он не был в космосе. Он не летал. Когда на предприятии изготавливают аппарат, не в одном экземпляре, а несколько. Вот один запускает в космос, другой как будет называться? Он с таким же оборудованием, по этим же чертежам, этими же руками. Он будет называться? Волево. Вы прям послушаете, так приятно. Так, давайте двигаться дальше. Не модель, не макет, да, а физматически выглядят. Он сейчас. Во что, отразиваете? 18 сентября 68-го года. На ход, что ли? Трансляция Зон-5 облетела Луну, и 21 сентября 68-го года ее спускаемый аппарат впервые в мире возвратился на Землю со второй космической скоростью, приводнившись в Индийском океане. 21 сентября 68-го года он приводнился. Это был экспериментальный полет пилотировал корабля Л-11, выполненный в автоматическом режиме. Мы хотели тоже лететь на Луну, так же, как американцы в программе Аполлона. Они тоже запускали беспилотные аппараты, но мы их оперетили с облетом Луны и с возвращением со второй космической скорости. Это очень сложная операция. Вот американцы тоже ее отрабатывали в автоматическом режиме. Так, пожалуйста, напишите статистику. Что наша страна открыла дорогу к Луне в 59-й год, в первые запуски, в первые три станции, почему 59-й год в этом году юбилей называют лунным годом. Все три станции представлены в том зале, где вы были мемориалами. 50 лет назад. А последняя станция, допущенная к Луне в нашей стране, увы, это 76-й год. Да, 76-й год. Почему такой длительный разрыв? Это не к нам, да? Да, не к нам. Мы отражаем историю. Всего в Луне запущено было запишите в нашей стране. Вы про американцы, Ирина Юрьевна, а мы про наши приоритеты. Мы только про наши говорим. А мы говорим про наши приоритеты. Мы находимся в нашем музее. Сейчас мы сравним если возможно. 30 станций запущено в Луне. Давайте дальше. Давайте дальше. В нашей стране до последней 76-м году. Луна 24 возвратила на Землю лунный грунт, взятый с глубины до 2 метров. Это тоже впервые в мире было. Луна 24 в 1776-м году. Буровой механизм был создан, и он пробурил до глубины 2 метров. Да, максимальная глубина. Что? Пробы грунта, да. Масса Масса Завтра вы этого слышите, но тем не менее давайте подготовимся. Завтра уже повторение Позинова. Значит, еще раз повторяю, что приоритет какой? Первые станции к Луне и первые пробы в автоматическом режиме. То есть не вручной, как потом было в ходе Аполлонов на полетах, а автоматы по командам Земли. Трижды в разные годы наши станции из разных точек Луны доставляли надежду лунный грунт. Последняя это Луна 24 в 1776-м году глубина бурения 2 метра. Это интересно. Лунный грунт вы увидите завтра. Что такое лунный грунт? Вы посчитаете. Потому что спрашивайте, чем отличается химический состав. А вы четко говорите, что лунный грунт включая все элементы таблицы Менделеева. Похоже на земные бандайсы, точнее бандайсы на Сихово-океанах. Все эти открытые информации почитаете. У нас несколько песчинок. И подчеркивайте, что только в этом музее вы можете увидеть лунный грунт. В музее вы не увидите. Здесь только вы выводите допущены какие-то святые святых. А где вообще хранится лунный грунт? А где? Все, надо несколько песчинок. Нет, в Москве поближе к нам геохим. Институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского на Боробьево-горах. Специально в сейфах он хранится, изучается. А в музее были отданы вот несколько песчинок. И мы этому тоже очень рады. А где было доставлено больше 300 граммов в сумме 300 в разные годы. А американцы были около 400 килограммов. Они выставили сручную собирали. Это интересно. А это интересно. Ну, значит, 400 килограммов по американцу. Нет. 16 ноября 1968 года запущена первая в мире тяжелая физическая лаборатория протон-4. Масса 17 тонн. 16 ноября 1968 года протон-4. масса 17 тонн. Оборудование весило 12,5 тонн. Для изучения космических лучей и взаимодействия с атмосферой частиц сверхвысоких энергий, в том числе галактического гамма-излучения. Вот это единственная до сих пор такая лаборатория, которая исследовала такое жесткое излучение. В 68-м году оно было запущено. Летало меньше года. Тогда это вот единственные сведения были получены до сих пор они сприоритетны. Значит, 14-18 января 69-го года состоялась первая стыковка пилотированных кораблей Союз-4 и 5. 69-й год, год нужно запомнить, тем более у нас инсталяция была создана первая в мире экспериментальная станция двух кораблей пилотированных. Союз-4 и 5. В ходе этого полета создался переход через открытый космос Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из одного корабля в другой корабль. То есть они стартовали на одном корабле, а спустились уже на другом корабле. скафандер, в которых они выходили в открытый космос, представлен у нас в витрине, очень аттрактивный. В 71-м году была первая станция, а в 69-м году станции не было. И вот для того, чтобы... это была подготовка во-первых к лунной экспедиции в то время, отрабатывался переход из космического корабля спилотируемого в лунный модуль космонавтов. Через открытый космос это происходило. В отличие от американцев у них внутренний был переходный люк. А у нас его никогда еще не было. Это да, было. Так, 1-го 19-го июня 70-го года выполнен первый рекордный по длительности 18-суточный полет. Вот здесь будьте внимательны. Экипажа в составе Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова. А чем интересно этот парад? На корабле Союз-9. До сих пор этот рекорд не превзойдет. То есть чем рекорд? Вы поняли? На корабле он был установлен. На корабле. Не на станции, а на пилотированном корабле. Поэтому он до сих пор не превзойдет. Американцы на своих шахлах летали. Самый длинный полет у них был 16 суток. А это 18-суточный был. 18 суток. Рекорд, который первые суда до сих пор установлен нашими космонавтами на корабле Союз. В каком году? Это в июне 70-го года. То есть за пространство, понимаете, да? Да, космонавты месяц не могли двигаться. Нормально двигаться. Вот летал такой взрослый. Я про наших поговорю, про Николаева и Васьяна. Их вытащили из корабля, и они не могли двигаться. Они не могли двигаться, без посторонней помощи выйти из корабля. После этого было бы решение, что надо строить станции. Целые звездные домки, они могут жить, работать, тренироваться, чтобы встретиться с земной тяжестью. Да, вот самая коварная вещь, это невесомость. Они каждый день должны тренироваться, нагружать свои мышцы, иначе они как Николаев и Севастенок не выходят. Завтра вы увидите эти тренажеры и посмотрите, как нужно тренироваться каждый день по 2 часа до полтора здоровым вернуться на землю. Так, 15 декабря 70-го года спускаем аппарат Венера-7. Впервые в мире осуществил мягкую посадку на поверхность Венеры. Всем понятно, что такая мягкая посадка. Вот он аппарат измерил первые характеристики у поверхности Венера и ее атмосферы. Венера называют русской планетой. То есть у нас задачные были запуски в Венере. Мы уже говорили о Венере-4 она представлена в нашей экспозиции. Вот, а Венера-7 впервые в мире засидела поверхностью Венеры. 15 декабря 70-го года. Сколько она проработала? Она только несколько минут она проработала, главное, она передала сведения уже с поверхности Венеры. То есть она достигла уже поверхности, да? Из поверхности она передала характеристики атмосферы. 20 сентября 70-го года Луна-16 совершила посадку в море изобилия и впервые в мире в автоматическом режиме взяла образцы грунтового, лунного грунта и 24 сентября 70-го года спускаем аппарат собраться сами грунта и возвращался на Землю. Это первая в мире доставка лунного грунта на Землю в автоматическом режиме. Что я хочу сказать? У нас представлена инсталляция забор грунта именно этой станции. Завтра вы увидите. Вот чтобы подготовились, еще раз проиграем, надо увеличить два раза и вы увидите этот лунный геолог по командам Земли впервые в мире забор грунта на небольшую глубину до 30 сантиметров затем с помощью сигнальной ракеты возвращаемый аппарат вернулся с лунным грунтом. У нас представлен с первого забора 70-й год. Помните? Второй забор это Луна 73-й год и последний 76-й. И вот эта инсталляция лунная поверхность вы сегодня проходили и Луна 16 остановить тоже наши приоритеты это интересно по промазке на Земле и как боялись что потом зародятся микробами наши земли специально аппулы и специальная защита была лаборатория была создана на Земле и куда их грунт стал исследоваться 17 ноября 70-го года Луна 17 доставила в море дождей первый в мире самоходный аппарат Луноход на Луноход вес 20-го года Луна 17 доставляет на Луну луноход 1 у нас тоже представлен мы сначала хотели его поставить на лунную поверхность но наша лунная поверхность в нашем музее не выдержала этого груза 756 килограмм запишите это типический вопрос сколько это луноход вообще 756 килограмм ниже ручку ниже 756 килограмм поэтому когда попробовали возродить наша лунная поверхность дрогнула поэтому поставили Луну 16 а луноход рядом стоит итак какие вопросы возникают у лунохода нет сколько километров прошел по Луне где сидели в течение 318 суток луноход 1 проводил исследование он прошел 10 с половиной километров по Луне 300 суток 318 суток 10 с половиной километров большой объем информации где сидели люди которые им управляли в Москве супер а луноход а литический ответ вон там и сидели в этом корпусе в луноходе да это мы услышим все принципы я работаю все принципы я слышу очень хотелось бы чтобы они там сидели вот живьем но в 70-м году сидели они не в Москве а на земле экипаж состоял из 4-х человек штурмана командира там бортинженера почитайте это очень интересная литература работал луноход специалисты который работал с остронаправленной антенной по которой передалось французы скажите что вот на луноходе завтра вы все придете с автоаппарат снимайте все вам покажет у Колкова наверное отражатель французского производства он позволил уточнить расстояние от земли до луны и второй вопрос который задается гидро а какое это расстояние пожалуйста кто может ответить 484 тысячи метров а вот земли до луны расстояния пожалуйста 384 тысячи человек знает а он знал нет догадался 384 тысячи это среднее расстояние третье нет так что луна приближается к земле то удаляется 19 апреля а где у нас где он ходыник в каком музее на луне на поверхности луны находят наход 1 и 2 и 2 тоже 2 у нас не представлен и было 2 аналогичных кто помнит появился код там был представлен 2-й луноход так же как и посадочные ступени луны 16-й 20-й и 24-й они все находятся на луне у нас только аналоги экипаж соблюданий космические это в Силькерополе он находился не в Москве мы еще 20 назад не могли об этом говорить была исключенная информация сейчас она об этом говорим и приглашали управленцев у них там тоже значит это уже пожилые люди военные они очень интересно рассказывали как у них пульс подскакивал как они сами себя называли фидящие космонавты потому что хотелось бы чтобы аппарат пусть и побольше поездил а почему они трекатели работы первых луноход и вторых энергия кончилась радиоизотопные источники закончились радиоизотопный источник стоял который подогревал внутренний объем где находились бортовые системы и научная аппаратура если не будет постоянной температуры где-то в районе 20-25 градусов то прибор просто не будет работать так дальше 19 апреля 71 года запуск первой в мире орбитальной пимотируемой станции салют очень внимательно потому что типический вопрос а когда станции появились вот летали космонавты только на кораблях разработанных под руководством Сергея Павловича Королева востоки восходы союз был испытан уже после смерти Королева в 66 году Академик умер в 67 году вы помните первые наши неудачи в космосе первые жертвы так сказать это Владимир Михайлович Комаров первые статисты союза и вот с 67 года летают наши на модификациях наши космонавты на союзах а первая станция какой год еще раз посмотрите 19 апреля 71 года сколько всего у вас станций было российских сколько у вас станций 9 9? больше? больше сколько станций господа 7 станций было запущено серии салют станции серии салют 7 потом станция мир затем станция мир завтра вы увидите базовый блок и в сборе тоже в сентябре международная космическая станция значит наших отечественных сколько наших отечественных бедных кэр можно? 8 станций можно 7 первой год первая станция салют всего 7 салютов мир 15 лет на орбите завтра вам все доложат про нее с 86 по 2001 15 лет была запущена пускала все на 5 лет пережила все свои сроки и кто помнит была затоплена в 2001 году была дискуссия все с вами завтра салюты так значит на этой станции работал единственный экипаж на салюте на салюте он просто салют без номера так же как и восток без номера первая станция просто салют экипаж в составе Георгия Добровольского Владислава Волкова и Виктора Фасаева это по сути они много научной информации там собрали и при выдащении на землю у них произошла разгерметизация корабля Союз-11 на котором они прилетели и возвратились тогда считался корабль Союз надежным запускали космонавтов без скафандров предыдущие экипажи тоже без скафандров но там все было получено а здесь произошла трагедия то есть вторая сколько трагедий у вас в космосе спрашивают часто иностранцы мы говорим злепо они салют салют первого союза завтра вам расскажут и первый экипаж салют добровольский под сайтом Волков 3 недели около 3 недели они нормально проработали более-менее на станции при возвращении корабля Союз-1 произошла разгредидация до космонавтов не было скафандров считалось что техника корабля надежной и экипаж погиб и теперь все экипажи в аварийно-спасательных скафандрах запускаются завтра вы увидите первый полетный скафандр индивидуальный так 2 декабря 71-го года спускаем аппарат Марш-3 впервые но этот вопрос очень сложный в плане всех и до сих пор он не решен то есть были разные проекты но все они нереальные и еще можно спасибо большое можно маленькое дополнение по статистике на оплатенной орбите у нас абсолютно разная с американцами система подсчета что считать космическим полетом и по нашей классификации лишь только человек который обогнул землю по орбитальной орбите он считается космонавтом американцы считают любой стратосферный полет выход как разлетелось тротосферный уже они включили вот нескольких человек те которые летали на экспериментальном самолете X-15 в начале 60-х годов которые достигали высоты больше 80-ти километров вот они включили но тем не менее в общем они как бы это их право но на самом деле это вот те которые орбитальной полет еще типический вопрос сколько государств принимают участие в МКС когда закончится МКС напишите то что они уже не напрягали когда строительство МКС закончится сколько стран принимают участие стройте какой корабль придет на смену ШАЗЛу новый корабль здесь а какой ищите раз так какой корабль придет на смену ШАЗЛу теперь про ЕКО мы говорили Да, европейский экономический момент, что тоже стоит посчитать, что это за организация, когда была создана, сколько государств ходит. Все, завтра. Можно, можно, но мне не хватит. Я не нужно сделать сообщение групп, который занимался со мной, потому что очень сильно убежали, а не вперед. Пожалуйста, приходите тоже в 10-ти завтра. Потому что в общем, в 10-ти, кто со мной, кто-то занимался. В общем, в 10-ти. В 10-ти. Порядом, 930-с. А какое предношение? Какое предношение, да? ...высказываемые. ...высказываемые, в 20-ти годах. ...высказываемые предназначены были к станции МИР и сейчас МШС для выхода в 20-ти годах. То есть, для того, чтобы избежать разгерметизацию, сначала, по-классу, что давать, и вот эти ягаря прикреплены, чтобы удобно было надевать коопланду, то есть, представляете, да, в условиях. Потому что это достаточно сложно сделать. Вы закрепляете, да, ягодами ноги, и потом надеваете коопланду. Она вот вот столкни language откривается. И также вот эта грузовая стрела необходима для переноса груза и за той частью и орбитальной станции в другую часть. И сейчас мы с вами найдем, посмотрим базовый блок орбитальной станции. Это наша известная система, которая проработала на орбите 15 лет. Была она запущена 20 марта 1986 года. Эта эксплуатация вступила в феврале, 20 февраля того же года. Станция проработала на орбите 15 лет и в 2001 году она была затоплена. Очень многие вопросы задают, почему, зачем. Я лично отвечаю всегда так, что у вас у всех дома были старые февраля. Спасибо. Вы видите впечатления, мне так кажется, что вы сегодняшний день вы просили. И в том же документами, телевизорами. То же самое, грубо, конечно, можно сказать про специальную станцию. Морально устарела? Устарела мораль. Исчерплю смесь, забав. И как бы, в общем-то, не надо ее жалеть. Она и так работала гораздо больше, чем была рассчитана. По-моему, она все на 5 лет была рассчитана в правом 15 лет. У нас 28 экипажей работало на орбитальной эмоции, и абсолютный рекорд, как мы знали, принадлежит Полякову 437 суток, тем самым, как он сам рассказывал, что он как-то репетировал полет на марте. Вот все по милам, если что, Владимир Поляковский, Владимир Поляковский. Да, вот 437 суток, все есть, а это космонавт, который объявил 747, да, это в сумме, вот тут все рекорды есть, им сразу выходили в открытый космос. Так. Поехали. Поехали. Да. Поехали. 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 between the commencer set mamy Here. Можно потихоньку посмотреть, что интересно, обращаю ваше внимание, справа с правой стороны в туалет И прямо спальный мешок тянет пят Наверное, надо иметь эти 25 миллионов, чтобы найти что-то особенное Туда пройди, Дениска Туда, ну не слышно чего Это макет, да, один из 10 дней, по-моему, тоже подсказки Нет, это вот тоже, это хобы, вся станция в таких хобы, чтобы космонавты могут прекратить с ноль Они закрепляются специальными карабинами Вот он для выхода в открытый космос, видите, серий, и вот наверху, которые мы смотрели То есть сначала скван два, сквана, там уже достаточно много места И уже потом выходят в открытый космос Выходят в открытый космос Так, что мы еще не посмотрели Это змея Это змея Карту же змея Нет, это змея Это змея Бравит Будем смотреть Информация Туда? Ну, да, змея Возьму сургата впервые была испытано, оно создавалось для, тоже для передвижения вдоль орбитальной станции В общем-то, честно говоря, не пошло на изделие в открытом космосе вдоль обитания космоса. Его два раза помогут. Средство для примещения космонавта, СПК. Обычный космонавт и улетающий кредит, улетающий мотоцикл. В общем-то, там все здесь и те депутаты, вот там смонтированы. Да. Три нас там даже потом работают. А? Да. В земляковой отец они выходили, вот эти депутаты. Регуляции они с земли и вернулись. В общем-то, разговаривали. Скажи, пожалуйста, а из сала? Нет. 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 А не надо их салить. Нет. Вы знаете, что он не обманщил? Не салить вылетающий объект? Нет, 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 что вы не вышли. А не американцы могут салить. Потому что их шатты, они могут в небес. Да. Да. Я знаю, что ты еще не на столько далеко летела. Они могут салить. И тебе даже ездить. Там ты медленно салить. А ты медленно салить. А ты медленно салить. А ты медленно салить? Там вот звезда, вам вчера не убивали, которые статализируются на гостях. Я салить на фото. Поэтому я уже продолжала говорить не очень-то сама. Я объясняю, что дело в том, что мы очень часто путаем слово «спутник» в межпланетной автоматической станции. И, как говорится по-английски, знает, что, например, то, что вращается вокруг Земли – это satellite. А то, что мы отпускаем к другим планетам или к другим естественным телам, нашим спутникам, почему-то тоже переводят как satellite. Ну, это, я говорю, такое уже молчание, потому что это слово «пробум». И мало кто его именно, это слово использует. Поэтому я его автоматологу, действительно, и выделила. Вам показывали, значит, выдел, который «Луна-2» доставил на поверхность Луны. Вот, Зурик, пожалуйста. То есть я не делаю, то есть… Вы говорите, кому надо запишите, кому не надо, просто… Акцентируйте просто внимание на этом, и все. Пожалуйста. Скажите, вы перед ним по своим видам. Просто здесь же не только английский вид. Я не знаю. Поэтому я и говорю, что мы здесь сейчас не имеем в виду. Не-не-не-не… Я не понимаю. Это не лишь… Это идеально. Все хорошо. Так, ну, я как-то… Да. Мне кажется, что в форме вот, в общем-то, не… То есть люди, которые возили на английский, все равно полны. И если вы даете перевод на английский, это будет для всех полезно. В статистическом случае, вот как Алик говорит, мы переведем, вы переводите к статье, о которой вы говорите. Я говорю, мало того, я не знаю, есть ли у вас переводчик, который был, к сожалению, я могу сказать, что когда я рассказывала... Когда я просто послушала, и мне было стыдно, я ушла, честно говоря, была такая ситуация у меня. Опять я, в основе на английском, ориентируюсь на переводчик для тех, кто не знает этот язык. Когда она рассказывала про стрелку, а вы знаете, да, что у стрелки были важны щенки. И она сказала, что стрелка twice as pets. Pet, перевод на русский язык, это домашние животные, домашние любимчики. И группа американцев, она стояла, они стояли и смотрели в ужасе, каким образом собаки были домашние животные. Ну, может, но один из этих кто-то был отправлен к жене американского президента. Поэтому, значит, давайте, я, как вы здесь нам советовали, буду говорить русский и, соответственно, английский вариант. Вы обращаете на своих языках на перевод английского языка, что вы, это иностранный язык, своего иностранного языка. Но я говорю не то и другое. Значит, единственное, что я сразу скажу, что я постаралась по тому, как я иду по своей экскурсии, то есть по ходу движения, ну, экскурсанта, говорить именно эти слова. Значит так, космодром, спрейспорт, спутник. То есть чуть-чуть медленнее, медленнее, медленнее. Значит так, вы говорите. Спейспорт, и потом в голове спейспорт, и следующее слово. А, то есть в ваших словах, хорошо. Только один раз слушай. Значит так, вы с творогом выбрали. Что у них? Светлайд. Многие исходники являются международным словом. Светлайд. И, светлайд. Когда мы говорим про... Вы, пожалуйста, все равно прочитайте, как вы истали. В главах. А то мы не говорим. Чучело-собак. Ставь, домь, домь, ставь, домь. Значит, гуртел, тот, который у нас там есть. Транат. Гуртел с герористическим устройством. Транат. Гуртел с герористическим устройством. Гуртел с герористическим устройством. Возвращаемый аппарат имеет несколько переводов. Ре-энтре витл. Ре-энтре витл. Возвращаемый аппарат. Ре-энтре витл. Кстати, может, очень часто на виде руминоматма тоже называют как ре-энтре витл. Они на земле не возвращаются. То, что просто завершает посадку, это десант модуль. Посадочный модуль. Посадочный модуль. Десант модуль. Или десант витл. Родительный носитель. Кэрриэн Рокерс. Кэрриэн Рокерс. Родительный носитель. Луноход. Мун Рокерс. Луноход. Мун Рокерс. Иногда в литературе включают как селс, пропелл, битл. Селс, пропелл, битл. Это самоходное утром. Протелли. Копили. Битл. Кораблино-коразовое использование. Не только шаттл можно использовать, так и ре-юзабл, то и шаттл. Кораблино-коразовое использование. Ре-юзабл, битл шаттл. Первые корабли Восток были одноместные. Одноместные. Сингл, слида. Сингл, слида. И соответственно, в обходы были малтые слида. Многометные. Малтый слида. Сингл, слида. Она нетный. И многонетный. Малтый слида. Когда мы говорим о книге Толковского «Цель и битлоплавание», тоже очень хорошо знаю, первый период. «Цель и битлоплавание». «Голд оф деморит уставы». «Голд оф деморит уставы». «Цель и битлоплавание». Книга Толковского. «Цель и битлоплавание». Голос о джионе путешествия Тюссал. Джионе путешествия Тюссал. Цель безоплавания, дни за салфос, 1903 год, в котором написали вообще начальник «Зачем тут улетать?». Дальше. Батарин возвращался на протокультированном кресле. Эджеттабл Слит. Эджеттабл Слит. Протокультированное кресло. Эджеттабл Слит. И, соответственно, контейнер для желудочной стрелки Эджеттабл Контейнер. Эджеттабл. Эджеттабл. Два перевода. Zero gravity conditions. Zero gravity conditions. И weightlessness. Невесомость. Waitlessness. 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 Так. Когда Леона выходила от этой депоз, мы смотрели у него со вторым фалом. Это значит «тета», пишется «те, тх, иа». Тета. Тротфал. Еще раз. Тета. Ти, и, тх, иа. трубал я обращал внимание на то что все команды в нашей отечественной промышленности носят птичьи имена вообще это хорошо переводить на варенье их курсии потому что то что мы говорим слово вверху столбом я для иностранцев вообще ничего не называется поэтому я даю по английски беркут переводится golden eagle второй перевод это птица royal eagle королевский орел с голден в ногах аварийный спасательный эскапатор сокол фолком значит разные предотвращения фолком то что не говорят иностранцы они имеют ритм с проблемой на двух пор но значит мы будем говорить о каком понятии мы будем их учить хорошо а в я в 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 Белохождый. Ты от моря, да? Ты игл, либо морской, либо белохождый. Чили. И фига это больше чайка. Хоук. Китти Хоук. Пивы. Например, сложность не называет. Слово Кречек. Это лунная стопада. Здесь очень сложно, если у меня ходит с произношением. А, Чибис не знаю. Мы решили... Я витую по буквам, а мы с вами расскажем, как читается. Ги, Вай, А. Как я витую букву? Ги, Вай, А. Дальше это слово А. А, Ибис? Чибис. А, Чибис. Пи, Ву, А, Чи. Пи, В, И, Т. Пи, В, А, М, Ж, А, Чи. Так, аварийно-спасательные совпады — энергетическое тело. Энергетическое тело. Дальше по составу корабля «Заоски». Верхний модуль — бортовой отсек. Бодовой отсек. Бодовой. Бодовой. Бодовой отсек. Бодовой отсек — the living module или the living block. Живой там человек. Возвращаемый аппарат. У нас было либо «Crenji Vidal», либо «The Podman's Heaven». Возвращаемый аппарат «Crenji Vidal». И термотная двигательная установка. Instrument and engine module. Instrument and engine module. Штепока. Это термозная двигательная. Эта термозная двигательная и клетерина там. Штепока. Допустим. Штепока. Допустим. А можно ползается? Значит, когда мы говорили про кресло-концвет, помните, оно называет «high-fetch reclining seat» То есть это кресло амортизационное кресло Амортизационное кресло Это кресло с высокой спинкой и когда космонавт лежит в полулежащем положении Еще раз, будьте добры «high-fetch reclining seat» Костюм водяного охлаждения Костюм водяного охлаждения Когда мы пророковывали про орла Уводы, кулин, свилч Уводы, кулин, свилч Ну, на этом будет все Свет, а можно? Свет, а можно попросить? А как будет приборно-агрегатный антицеп? Ай-свет, я говорю, это приборно-агрегатный антицеп это то же самое Ай-свет, ай-свет Он, вот, это одно и то же Ай-свет, я не понимаю, не вы, а вы А, наоборот Так Да, да, да Да, да Да, да, да Да, да, да Я думаю, не могу Да, да Да, да Каким образом это сравнение наших и иностранных... В нашей стране 1-е годы семья был запущен 4 октября 1957 года. Американцы свой спутник запустили 30 января 1958 года. И он назывался Explorer 1. Американцы свой спутник запустили 26 апреля 1962 года. И он назывался Alley 1. Alley 1. Запускался он на американском ракете-носителе. Использовал в американском ракете-носителе. Дальше. Свой первый спутник на 2-й ракете англичане запустили 28 октября 1971 года. Использовал уже свой спутник. Использовал в американском ракете англичане. И на этом спутники они больше не запускают. Ни своих, ни иностранных не используют. Индия свой первый спутник запустила 19 апреля 1975 года. И он назывался Ариобата. Ариобата. Использовали наши ракеты-носители. Использовали наши ракеты-носители. И на фоле ракеты-носители они запустили 18 июля 1980 года. Дальше. Что касается людского фактора. Наш первый космонавт появился в 12 апреля 1961 года. Американский первый астронавт. А, Шепард. Шепард, его разные. Ну, по-разному, не только. Там есть Шепард. Свой сов-орбитальный полет совершил 5 мая 1961 года. 5 мая 1961 года. И, значит, ракеты-носители позволил только на 15 минут побывать в космосе. И в условиях невесомости он провел всего лишь 5 минут. То есть, его полет длился 15 минут. В условиях невесомости он находился всего лишь 5 минут. Второй американский астронавт Грисом. Его полет 21 июля. Был аналогичный полет. То есть, очень коротенький. И при приземлении, ой, вернее, американцы приводняются. Произошла расперметизация. Пошла вода внутрь спускаемого аппарата. Но Грисому удалось выбрать. Он, вообще-то, остался живым. И первый, уже непосредственно официальный полет, который длился 3 Дискарс, был совершен 20 февраля 1962 года. И его, вот же вот этот астронавт, Джон Гленн. Что касается исследований Луны. Первую автоматическую астронавт мы запускаем 2 января 1959 года. Вторая станция сентябрь 1959 года. Но нас интересует даже 12 сентября 1970 год. Это когда мы впервые в автоматическом режиме доставляем лунный брус на поверхность земли. Это наша страна. Луна шутна, да. Если это не надо, я могу вымочить. Я с удовольствием. Кому не надо, пусть уходит и не сует. Я тоже считаю, пожалуйста, тому и любви. И американцы совершили первую вытоку на поверхность Луны 21 июля 1969 года. Астронавт, который сделал первый шаг, Нейл Антон, за ним тут же последовал первый полстрень. И на полулунной орбите находился Майлополис. Давайте про Венеру и Марку расскажем. Мы без Марса не пойдем. Значит, на Венеру в нашей стране было запущено 18 автоматических станций. В то время как к Марсу мы запускаем около 9. Не оба, а 9. 10, да? 10. 10? Ну, у меня информация 9. Причем считается, что Марс не пускает наше страну в себе. Шесть запусков были неудачными. Так, значит, к Венере мы первый раз запускаем 12 февраля 1961 года. Американцы в Венере запускают станцию, которая называется «Пионер Венера-1». И тут же за ней идет Венера-2 в 1978 году. Венера-1 вышла на орбиту и стала спонником Венера. Это то, что в первом зале, помните? Венера-2 имела 4 пускаемых аппарата. Все 4 благополучно сидели на поверхности Венера. Она тоже в 1978 году, да? Она тоже в 1978 году. Да, да, они там шли, 1-2-1. 4 пускаемых аппарата. 1978 год. Пускаемых аппарат. У американцев... Значит так, наши Венера-15 и 16 провели кортографирование 30% поверхности Венера. А у американцев... Какой это был год? К сожалению, я не записала. Вот Магеллан у американцев я записала. Это 85-й, 86-й год. Сделали, вот эта станция сделала кортографирование 90% поверхности Венеры. То есть она вышла как спонник и сделала книги 90%. Октябрь 83. Октябрь 83. Хорошо. Ну и к марту. Значит, первый раз мы стартовали 1-го веке 62-го года. Американцы допустили в 1964 году майнинг 4. Американцы больше исследовали поверхность масла. Ну, вы, наверное, вчера говорили, и викинги были, и марсоходы были. Кстати, вот один из марсоходов сейчас... Юники, а паркиники. ...заполк в какой-то кратер, а то его выучить не могут. ...беденники. ...заполк в данном случае все. Ну, известно, вам говорили, да, чем отличаются космические державы. В принципе, это да, там у нас тема. То есть то, что люди, вернее, страны принимают участие в космических исследованиях, но они при этом могут не быть космическими державами. Вот технических державок у нас ведь не так много. Это Россия, США, Китай, Япония, Индия, Израиль и Иран. То есть они имеют свой космодром, имеют свою ракету-носитель, и, соответственно, запустят свой сходник. Все остальные, страны, только принимают участие в исследовании космоса. А можно задать вопрос? Россия, США, Китай, Япония, Индия, Израиль, Иран. Это страны-космические державы. То есть имеют свой космодром, свою ракету-носитель и запустят свои сходники. А как же Франция? У них европейская космическая ракета. Но ракета у них своя, а реальные. Спутники у них свои есть. Космодром свой. Поэтому непонятно. Куру, значит, так, нет, Куру, это находится в Южной Америке, в Французской Гвинеи. То есть это не их собственность. Это принадлежит европейскому агентству. То есть это не является их собственностью. Не назвали, где они построены. И там у нас в правде немало участие именно в этом зарубе. Вот так раппортят, вот тот, который держит вам, что-то не ответил, он мне из-за них труд. А он нам не наказал. А не отчего? А он ушел. Ну вот, просто не понял, что он очень такой специалист. Я его после поймала, и я его, чтобы он не обидел. Нам прошли не вчера. Но он завтра будет. Эта информация вся и есть. Бомбернушенная постойка. И вы тут пока не знаете. Да, вы на это обратите внимание. Вы нажимаете любой космодром, любую страну. Вам все это тут же выдаётся. И вы будете легко работать с этим. Я считаю, что не нужно. Это действительно с маминой. Нет, в смысле, заучивать. Нет, заучивать, нет, это не надо. Нет необходимости. Вы подошли, нажали вам тут же, любой космодром, любую страну, любой космонавт. Все космонавты мира там есть. Любые. Это всё, пожалуйста. Главное, очень важно, чтобы, когда вы отрубились в космосе и не подрубились бы какими-то группами, желательно, чтобы вы выяснили, как выглядит их флаг. И над космодромом Бетоносом есть флаги, которые принимали участие в космических исследований. И их указывали на этот флаг. Там можно сейчас это заставить больше. Знаете, это ребенок сейчас появилось. Ну, я очень понял. Значит, указывайте им этот флаг. Если вдруг вам не удалось это сделать, ну, скажем так, в игровой форме, спросите их найти свой флаг. Ну, и... Вы знаете, у вас есть информационный... Нет, я знаю, но мне это очень интересно, что вот именно там найти. Ну, это зато, конечно. И при работе, Ивана, еще раз, убедительнейшей просьбой, когда вы даете рассказ о наших достижениях нашей страны, ни в коем случае, то есть наш музей мемориальный, и он рассказывает о достижениях нашей страны, в первую очередь. И уже после этого, конечно, нужно ни в коем случае не умолять о том, что страны, люди, которые пришли, и, безусловно, указывать на них какие-то достижения. Но, в данном случае, у меня все есть, там не вопрос, или нет? Еще раз, пожалуйста, сколько было на Венеру? В нашей стране 18. На Венеру мы 18. А у Америка? А у Америка? А у Америка очень большое количество. Они исследовали вот эти планеты больше, чем мы. Они, наверное, на это больше. А само слово «котопульт» существует вот в английском? Котопульт существует в английском? Вово, само. А, ну, не знаю. Наверное, есть. Но, потому что, HHS, HHS, HHS глагол, не знаю, не могу сказать, что это не значит. HHS. Ни-че-хи-си-си-ти. Учий вопрос. А какой у нас бюджет на космическое развитие? Вот это я не знаю. Я приводить вопрос. Сзади мы с Максимом? В сравнении с США. Ой, да, с Китлой. Да. Да, неужели, чтобы мы не проигрывали в этом, да? Да, да, да. Да, 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 да. Мы с вами проигрываем. Скажите, пожалуйста, а выставка, посвященная НЛО, не планируется у РАНа, как это происходит? Привет, привет. Государственные, да, государственные. Что это происходит? Все, что связано с НЛО, это помогут в мир. Государственные. Да, да. Все общественные организации, которые... Скажите, пожалуйста, а что сейчас делает с вами комплекс? Какие сейчас открытия? Это у нас будет отдельный разговор? Что сейчас... Завтра у вас будет международное сотрудничество, и вот это уже вопрос, мы будем можем разобрать по полиции непосредственно. А после экскурсии у вас будет встреча, и там будет вот наш колечник хлопить, и вот эти вопросы, пожалуйста... А, вы, Сергей Александрович? А, завтра, да, будет Сергей Александрович, который вчера... Ушел все раньше. Безобретание. Да, вот эти вопросы, пожалуйста, к ним отойдем. Он, потому что вы знали больше не забывайте. Это такой вчера, да? Где хорошие люди? Ну, это в основном сейчас работа на МКИ. Подготовка у вас. Будьте добры, скажите, за отрасльность. А, вы пишете на что? За отрасльность, на что? Да. Мы уже заподобно на это вопрос, а ведь мы это в этих... Да, мы их только не знаем. Ну, постараемся, потому что не у него есть, если это есть информация, то мы их устраиваем в их выяснение. Так, мы на этом тогда... Или мы можем... Фильмы, наверное, не будут смотреть, или хотят? Ну, посмотрим. На английском, да. На английском, да. Значит, у нас четыре фильма. В принципе, я заказала такую последнюю. Первый фильм на английском языке. Второй фильм из звукового оформления, только музыка. Следующий фильм, это, скажем так, экскурсии по нашему музею, типа ракетки. И четвертый фильм, тот фильм, который мы демонстрируем в кинозале, в этом порядке 12 минут, и дают информацию об отготовке космонавтов в космос. И, нет, это то, что я делаю, поэтому я вас предупреждаю. И если какие-то есть другие пожелания, то бы, естественно, то, что бы они были единогласны, а то один другой скажет. А ведь, значит, в последний день, в принципе, можно сделать более приглушенный звук и давать проливный перевод. Если, ну, то есть, если вы работаете с группой, ну, на другом, на инжене. Такая последняя фильма вы устраивает? Да. 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 Все, 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 все. Все, все эти фильмы вы можете показывать в своей группе и на зале, опять же, что они сказали. Кинозал. Кинозал, который сразу после первого зала. Только когда вы приходите, вы заранее подходите, начиная администрация, говорите, какой фильм вас обстраивает больше, и к тому времени, когда вы вернете с группой, вам будут этот фильм демонстрировать. Это там не фильмы, которые? Нет, нет, этот сходит, да, в просмотр фильмов входит в стояные билеты. А можно задать, на завтрашнего дня надо сказать, что у нас? Давайте на завтрашнего дня договоримся. Тут много французов, да? Много? Да. Можно попросить адрес, а вот испанцев тут половина. Да. А вот знамцы, что делать? Есть у французскому, это скурсовод, который очень хорошо будет. А вы к испанцам, а ты к французам. Я не знаю, потому что они на француз, мы можем попросить, дай там, у меня на русском языке. То есть, пока вы смотрите фильм, я узнаю, насколько свободна Азна. Если она сегодня свободна, у вас есть время остатки, да? Нет. А у нас? Ну, для дворик она не будет, конечно. А я тоже тоже. Я узнаю, если она свободна. А контакты можно. Да.